Как только мы начинаем снимать в каворкинге программу, обязательно найдется кого-нибудь, который за сфизой начинает играть в бильярд. Как можно снизить риски, минимизировать вред? Как сохранить здравый рассудок и вообще хоть какой-то жизненный тонус человеку, который больше времени проводит в офисе, чем у себя дома? Можно лежать лежа, лежать лежа, можно работать лежа. Следующий наш эфир, мы с Константином Дорошенко проведем лежа и не факт, что в студии. Как известно, труд сделала из обезьяны человека. Ну, в общем-то, нужно разделять эти два понятия, труд и работа. Сегодняшняя тема у нас, как сидеть в офисе, я не знаю, почему Костя будет поддерживать сегодняшний диалог, потому что в офисе, мне кажется, он никогда не сидит, он такой праздный гуляк по всяким местам, по всяким работам, у него одной работы. Нет, ну, собственно, как и у меня, я уже давно не нахожусь в офисе, в принятом, там, с 9 до 18.00. Труд – это то, что, собственно, и держит нас в человеческом состоянии. И работа же, наоборот, вызывает, конечно, уже сразу какое-то ощущение такое не очень приятное, потому что, понятно, что работа, ну, вот, необходимо, без нее вроде как бы не выживешь. Есть статистика, что очень много людей сейчас страдают от сидения в офисе, от духоты и прочего-прочего. Вот мы и выясним. Как сделать саму работу, по идее, не такой вредной – это, конечно, задача интересная. Как же снизить риски от нахождения в офисе? Пожалуй, самый откровенный и честный проект в медиаполе украинском, передача «Не так вредно» с Константином Дорошенко и Владом Иваненко. Мы вас приветствуем, Костя. Я сразу хочу перейти к делу и напомнить тебе. Я знаю, что мы с тобой вроде как люди не офисные, но, тем не менее, проводим очень много времени в закрытых помещениях. А вот офисная работа, чтобы вы понимали, друзья, мы, если вы работаете, вот, скажем, там, с 18 лет в офисе, вы проводите в офисе 11 лет. 11 лет своей жизни вы тратите на вот этот спертенький воздух, на непонятную кулерную воду, на общение с неясными людьми, ну, и на зарабатывание, конечно, денег, ради чего же это все делается. Вот сегодня давайте же выясним, как можно снизить риски, минимизировать вред. Как сохранить здравый рассудок и вообще хоть какой-то жизненный тонус человеку, который больше времени проводит в офисе, чем у себя дома? С другой стороны, есть такое понятие, как всякого рода опенспейсы, хипстерские, это будто бы выход из положения, не так скучно, как офис, каворкинги и так далее. Но вот сам вспомни, сколько раз, как только мы начинаем снимать в каворкинге программу, обязательно найдется кого-нибудь, который за сезон начинает играть в бильярд. Вот другое время никак невозможно. Да, да. То есть, мне кажется, эти все каворкинги только отнимают время, и в то же время полезного от них ноль, поскольку ты дышишь так, хоть ты закрылся в комнате, где вас четверо, вы окно открыли, и хоть какое-то пространство воздушное есть, а так вас 100 или 200 человек, из них кто-то смузи пьет обезжиренный, кто-то катает шары. И, короче, никто ничего по итогам не делает. Но мы, я напоминаю, сегодня будем говорить о том, как снизить риск от пребывания в офисе. И вот есть такая информация, друзья, увы, но 3,3 миллиона человек в году умирают от сидячей офисной унылой работы. 3,3 миллиона – это малоподвижная работа, которая приводит к подобной статистике. Это, конечно, немножко страшновато. А вот люди, которые проводят более 6 часов в день на стуле, сильнее ощущают тревогу и стресс, чем те, кто сидел на работе не более 3 часов. По поводу open space офиса. Да, да. Хорошая информация есть про градусы. Вы знаете, что в open space так настроена система кондиционирования на 21 градус по Цельсию. Это сделано для того, чтобы мужчины в тройках чувствовали себя комфортно. А вот, например, для девочек в платьях это вообще плохо на них влияет. Согласно данным биофизического моделирования, термонейтральная зона, совпадающая для обоих полов, будет находиться около 24 градусов по Цельсию. То есть, девочки будут мерзнуть, а мальчики… Нет, наоборот. Девочка будет легче, а мальчики будут преть. Преть будут. Вообще, из-за некомфортных условий работы в офисе понижается не только эффективность работы, собственно, но и посещаемость офиса. Опрос европейских сотрудников показал, что в среднем они прогуливают по вышеперечисленным причинам не меньше, чем 2,5 рабочих дня в год. Просто вот съезжая с темы, чтобы прийти в офис. Цифра, кстати, мне кажется, достаточно занижена. Занижена весьма, я бы сказал. А также те, кто не отлинивают от работы в психотерапевтических целях, они рискуют, на самом деле, еще больше. Конечно. Потому что снижаются не только показатели работоспособности. Трудоголизм нездорового человека приводит к выгоранию. А за ним нервным срывом и депрессией. А также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А сердечно-сосудистые заболевания на четвертом месте у нас в качестве причины смерти. Пожалуйста. Получается банальная формула. Переработка равняется переутовлению и равняется смерти. И пока, друзья, и смерть. В Японии этот недуг носит чуть ли не характер эпидемии. Даже специальный термин у них имеется, называется кароси. Как хороший только у них кароси. В 2016 году каждый пятый японский работник находился в зоне риска и перерабатывал 80 часов в месяц. И мог убереть от переработки. Между прочим, 18 ноября первый случай смерти от переработки был зарегистрирован уже и в Европе. Да, в Польше. Во время ночного дежурства умерла 28-летняя врач скорой помощи от инфаркта миокарда, который развился на фоне крайнего переутомления. На протяжении их последних 8 дней она отслужила 6 дежурств, а в день своей смерти работала без отдыха в течение 24 часов. В общем, если сложить, да, все вышесказанное, друзья, как по мне, офис одно из самых, получается, одно из самых опасных мест в мире. И сейчас мы разберемся, как снизить вред от постоянного пребывания в нем, потому что у нас хороший гость Александр Коляда. Он генетик и популяризатор науки, и он нам, собственно, может быть что-то допрояснить сейчас. Александр, я прочитал вашу, конечно же, книгу «Здоровый образ жизни в большом городе», она называется, и даже кое-что для себя выписал. Вам придется немножко потерпеть, цитата длинноватая, но чтобы был ясен смысл. «Стремление к здоровому образу жизни стало напоминать какой-то конкурс, в котором каждый хочет показать, что его личный образ жизни здоровее, чем у соседа или у друзей по фейсбуку. Фанатичные зожники создали видимость необходимости загнать себя и свой режим в некие единственно правильные рамки. Такой подход частично снизил мотивацию к заботе о своем здоровье менее упорных людей и зародил в них мысль, что... Не упоротых. Не упоротых, да. Упорных все-таки людей. И зародил мысль, что есть только два варианта существования, кардинально здоровый и противоположный ему. Поэтому еще одним важным вопросом является объяснение концепции снижения вреда, демонстрации возможности улучшить качество жизни и самочувствия, не прибегая к радикальным методам и не мучаясь чувством вины, из-за отсутствия желания и сил вставать на 10-километровую пробежку в 5 утра. Вот вопрос к вам теперь, Александр. Прекрасные слова. Как... Слова обалденные. В принципе, да, все, можно ничего не спрашивать. И вот вопрос. А как снизить вред, живя среди фанатичных взорников-то? Ну, вопрос хороший. Они просто являются некоторым таким гиперстимулом. Нам кажется, что здоровый образ жизни – это так же круто, как раньше носить какую-то классную одежду или какой-то телефонный айфон последний покупать и так далее. Но как любой гиперстимул, он должен быть гипертрофированным. И нам кажется, что кто дольше пробежит, тот и будет здоровее. Кто там самый раньше встанет, тот и круче. А на самом деле это не совсем так. Потому что во всем есть какая-то золотая середина. И люди, которые подают пример, они классные. То есть это профессиональный спорт. Но не надо считать, что профессиональные спортсмены – они всегда здоровые люди. Вообще никогда почти не здоровые они люди. Я знаю многих спортсменов и баскетболистов, и футболистов. Они в 35 лет уже страдают коленями и так далее. Ну, тут ситуация двояка. Из тех, кто из них доживает до 50-ти, и потом становятся долгожителями. Но те, кто… То есть надо дожить до 50-ти. Да, среди профспорта надо дожить до 50-ти, и потом все хорошо, у тебя практически там очень высокие риски стать 90-ти+. Но если ты не доживаешь до 50-ти, таких тоже есть среди спортсменов. Ну, если ты не доживаешь до 50-ти, то до 90-ти уже никак не доживешь. Да, тут очевидно совершенно. Вы скажите, а вот что происходит с нашим телом, собственно? Что происходит с человеком, у которого вот такой сидячий образ работы? Происходит все то, что должно происходить. Есть такое направление мысли, называется эволюционная медицина. Когда медики рассматривают все, что происходит, исходя из того, что мы обезьяны, которые просто неуместно попали в то время, в которое мы попали. Соответственно, все, что нас окружает, действует на нас как-то не всегда очень позитивно. Потому что мы привыкли, ну, если не бегать по веткам, да, то, по крайней мере, там бродить в саванне. Такое наше предназначение за последние 7 миллионов лет. А сидячий образ жизни, он нам чужд. В саванне нету стульчика, где посидеть на самом деле. И нет рабочего дня с 9 до 6. И нет начальника. В саванне есть веточка, на которой можно полежать. Селый, сиди, смотри. Вот именно поэтому стоячие и лежачие положения, они являются для человека оптимальными, физиологичными. А в положении сидячие, потому что на той веточке никто не сидел. Ну, сидели, но они отдыхали, они отдыхали, да. А такое пол-лежа, вот такое вот разваленное состояние, оно более гармонично. Ну, эти тигрелы надо стоячки открывать и ходить. Можно лежать лежа, лежать лежа. Можно работать лежа. То есть, работать лежа, по идее, полезнее, чем себя. Да, да, именно так. Замечательно. Я, значит, все делаю правильно. Особенно, когда работаешь, работаешь и фриспал на часок случайно. Замечательно. Возможно. Возможно, это такое. Не все так вредно. Ну, слушайте, а все-таки, да, могут ли как-то помочь занятия спортом? Вот то, что небольшие спортзалы, уважающие себя в офисах имеются, насколько вот это радикально. А то ты сидишь 6 часов, потом ты неистово 2 часа занимаешься, потом не спишь до 4 утра, потому что ты пошел с друзьями пить вино, и потом ты встал в 7 на пробежку. Насколько такой образ жизни убивает? Мне кажется, что гораздо быстрее, если ты просто будешь сидеть, нет? Ну, на самом деле физактивность, она неоправданно, недооцененно, целебно. То есть вы не купите в аптеке препарата, который там на 30% снижает риск диабета. Его не существует и никогда не будет. А физактивность сама по себе, вне зависимости от того, что вы едите, о чем вы думаете, какая у вас наследственность способна это сделать. Но физактивность по классике делится на осознанную, когда вы идете в тренажерный зал, что-то делаете или там бегаете, и на так называемую вплетенную в обыденность, да, то есть такую нефиксированную, скрытую. Это когда вы просто сидите, и тут захотелось почесать ногу, тут захотелось встать, пойти к принтеру, захотелось подняться или надо подняться куда-то по лестнице. Вы никогда не учитываете, но в среднем на человека на нее преподает порядка 500-700 килокалорий в день. То есть где-то, ну, практически четверть-треть всего, что вы съедаете, идет только на вот это вот непонятное кручение ручки. И на самом деле это очень энергозатратно для нас. И когда люди голодают, у них в первую очередь отключается именно эта функция. То есть они как бы не худеют, они не худеют, да, а они просто выключают эту функцию, там, вертеть ручку, уходить к принтеру, и поэтому не худеют, потому что экономят энергию на этом. Поэтому, да, это к чему? К тому, что физактивность полезна только в том единственном случае, если она есть и осознанная, и есть вот эта вот вплетенная в обычную жизнь. Ну, то есть, по сути, можно, если вам лень заниматься спортом, сидеть на рабочем месте, крутить ручку, не знаю, там сжимать эспандер, крутить какие-нибудь педали под столом, и это каким-то образом будет улучшать ваше самочувствие, по крайней мере, снижать вред. Оно полезно, оно еще, самое интересное, что оно более полезно, чем аэробные и наэробные нагрузки в физзале для похудения. Идея в том, что вот это вот распределение, куда пойдет еда, которую мы с вами съедим, да, в основном, жир в первую очередь, оно решается на рассуждение всего одного единственного фермента. Фермента, который очень сильно связан с активностью вот этих ног, которые находят, мышц, которые находят на вот этих вот ногах. Поэтому, когда вы находитесь в стоячем положении, когда вы стоите, эти мышцы очень сильно напрягаются, вы этого не замечаете, но на самом деле оно таки есть, и ваше тело, фермент во всем теле решает, да, это липаза С, решает, что ту еду, которую вы сели, надо пустить не на откладывание жира, а на откладывание мышцы, на образование гликогена. Просто стоять почаще, вот красота. Да ты все, да. И вот я теперь понимаю, хотя я очень люблю Георгия Герджеева, и он, кстати, тоже рассказывая о наших предках-приматах, говорил о том, что человеку, как и обезьянам, очень свойственна такая вещь, как теребление, и теребление, собственно, он осуждал. Так вот, оказывается, что кроме стояния, еще и теребление полезно. Вот теребишь себе, сидя, и почти как спортзал сходил. Ну, а что такого-то, кстати, да? Оно и полезнее. Идея в том, что оно не заменяет. То есть вот эти вот осознанные нагрузки, да, когда вы в спортзале, они хороши там для накачки мышц, там, для каких-то конкретных профессиональных вещей, но для здорового образа жизни, для здоровья они бессмысленны. Есть такая расхожая фраза, что они бессмысленны без стоячего и подвижного образа жизни вообще. То есть больше, чем 4 часа сидеть не разрешается. Может быть, еще и лежать полезно. Может быть, лежа тоже мы получаем какой-то такой сигнал, который что-то правильно в нас там направляет. Ну, опять-таки, ничего не полезно, ничего не вредно, все в сравнении. Поэтому лежать полезнее, чем сидеть. Сидеть вреднее, чем стоять. То есть сначала полезно стоять, потом лежать, потом сидеть. Ну, в принципе, нормально. То есть вот если вы хотите распределить вот так вот свои нагрузки, все, естественно, из каким-то там количества, нельзя там 40 часов стоять. Просто лайф-стоять, хаков вообще всей нашей программы. Это не зря мы вообще собрались в принципе на этот проект. Да, сидя. А вопрос по кофе у меня есть. Сколько можно чашек, во-первых, выпить в день, поскольку мы знаем, если мы находимся в офисе, делать особо нечего многим сотрудникам. Они делают вид, что работают, сами сидят в социальных сетях, в фейсбуке, смотрят передачу не так вредно, втихаря. А потом, когда кто-то приходит из начальников, они резко переключаются на таблице Excel. И, естественно, им скучно, они засыпают, выпивают в промышленных масштабах, там по 8-9 чашек кофе в день. Насколько это для человека убийственно? Все индивидуально. Кофе само по себе не убийственен. Вот. Речь о дозе. Да, то есть, наверное, гармоничная доза для человека составляет что-то порядка там от 1 до 3 чашек кофе в день. Ну, в пересчете на эспрессо. Дозы выше, они уже индивидуально имеют особенность. Для кого-то положительные, для кого-то отрицательные. Поэтому вот оптимально останавливаться на этих вот вещах. Самый интересный разговор – это чем заменить кофе. Потому что нам кажется, что мы пьем кофе для того, чтобы там доехать до работы и заснуть там. На самом деле есть там какие-то подходы, которые позволяют его заменить. Тот же там контрастный душ. Работает прекрасно, все боятся этой холодной воды. Но на самом деле там 3 минуты под контрастным душем заменяют, экономят кучу денег на кофейне. Ребят, не покупайте кофе, плещитесь в воде, пока она дешевле кофе. А с точки зрения биологии, трудовой трудоголизм, не просто трудоголизм… С точки зрения биологии трудоголизм как-то оправдан? Ну, то есть, есть ли в человеке те процессы, которые отвечают? Это зависимость вообще? Ну да, выделяется что-то такое, там некие гормоны от трудоголизма, как, допустим, я не знаю, от прыгания с парашютом или еще чего-то. Есть какой-то гормон, который за это отвечает вообще? Гормон работы. Но если вы по трудоголизмам называете зависимость от работы или там получение… Ну, зависимость, да. Очевидно. Не знаю, то любая зависимость у человека всегда садится на один и тот же движок. На движок дофаминовой системы, на систему получения удовольствия. Все, от чего человек способен получить удовольствие, обязательно какая-то часть населения, обычно это от 5 до 30%, будет от этого зависима потенциально. На этот движок садится что? Садится удовольствие от секса, эти люди становятся там массовыми сексоголиками, удовольствие от курения, удовольствие от алкоголя, от кокаина, от всех наркотических веществ. Если кому-то удастся на движок получения удовольствия посадить работу, он будет себя вознаграждать печеньем в конце этого, будет зависим от начальника, от похвалы. Он же как бы и работает, и удовольствием. Никогда не видел, не знаю, да спроси, что у них там удовольствие. Удовольствие лечет. Ну, покажем, пока ты лечет. Хартак прям сейчас можно уже заводить. Поэтому если у человека удастся посадить работу на вот этот вот движок мозговой, то все, у него готовая система для выработки зависима. 30% попадут в эту ловушку точно. А тогда как можно справиться с людьми, которые вот выгорают? Точнее, не справиться с ними, что справляться, они сами с собой справились. Как им помочь? А выгорание работает на уровне мозга точно так же. Вот эта вот дофаминовая система, которая под крикторой нам дает удовольствие и там заставляет нас идти на работу завтра еще на час раньше, она исчерпаема, как и во все в мозге, в организме, она исчерпаема. И когда-то концентрация вот этого востребованности к удовольствию, потребности удовольствия пересилит все возможные возможности получить это удовольствие. И все. Если так продолжаться будет неделю-месяц, человек поймет бессмысленность бытия и, собственно говоря, скотится в этот вот откат словно известным наркоманам и всем работникам. Выход, ну, на самом деле его нет. То есть это уже профессиональное... Может быть, станет философом или буддистом в результате. Ну, таким очень негативистским, то есть таким... Ну, а философ каким может быть, по-вашему? По-вашему, каким может быть философ? Оптимистом, что ли? Это философ будет? Где вы видели хоть одного философа-оптимиста? Ошо! Философствовать о философах? Это все равно, что танцевать об архитектуре. Они сами про себя расскажут. Офисный философ о того, что много девочек его цитируют. Да, никакой он не философ. Эх, секты и философская мысль – это разные вещи, друзья. Но это не по сегодняшней теме. Да, это мы еще затронем, скорее всего. Ну что ж, спасибо. И спасибо, действительно, на мой взгляд, на сегодняшний день, пока это просто вершина полезной информации, которую я в нашем программе с тобой получил, это простоять и лежать. Это мое любимое сегодня тоже, Александр, спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Да, конечно, можете представить себе все, что угодно, какие угодно зависимости, какие угодно мании, там, секс, алкоголь, там, обжорство, похоть, все, что угодно. Но работу как то, на что можно подсесть и о чем нужно думать, как снизить вред. Это интересный поворот, конечно. Мне тоже очень понравилось, но я хочу тебе сказать, что в Великобритании в прошлом году провели даже первую международную конференцию анонимных трудоголиков. То есть ты как бы можешь еще скрывать эту свою особенность. Как раз по аналогии сообщества анонимных, соответственно, алкоголиков. На этой конференции тоже предлагают 12-шаговую программу, ну, так называемого лечения. Интересно, в чем эти шаги состоят? Может быть, в пересадке, в том, чтобы внимание человека отвлечь как раз на алкоголик? Может быть, да, давай рюмочку там потяни лучше. Давай спросим, у нас есть эксперт, Екатерина Асачук у нас сегодня в гостях. Друзья, это экономист, профессиональный психолог. И Чар, вот она уж точно знает, по 8, по 9 часов в день работать или по 24. Ну, на мой взгляд, Влад, не всегда проблема, собственно, в человеке. Потому что мы вспоминали японцев, которые как раз насаждали вот эту преданность, известную во всем мире, воспятую преданность корпораций. И вот это их понятие. Короси, да. Короси. Вот, опять же, существует информация, что год назад общественную дискуссию, большую о вреде переработок, спровоцировала смерть 24-летней японской журналистки Мацури Токахаши. Она работала по 100 часов в месяц, сверх нормы. Жаловалась на физическое и психическое истощение. Но руководство компании Денсу, где она работала, не только не пересекало, но поощряло ее рвение. Ну, ничего-ничего, ты истощена, но мы тебе это бонус. И дело Мацури Токахаши стало очень резонансным, как раз в Японии, прорывая вот эту вот их традицию, ломая их традицию того, что корпорация это твоя семья, и уж, конечно, для семьи нужно отдать всего себя. На ее примере многие хотят добиться официального запрета Короси, а также привлечения к ответственности тех работодателей, кто позволяет вот этому происходить, вот этой подсадке на работу. Не прокомментируйте этот случай. Кроме того, что я HR-директор, я еще и директор, в прошлом я была HR-директором, сейчас я директор рекрутингового агентства. Конечно, отвечая за эффективность бизнеса, мне тоже важно, чтобы человек работал эффективно. Но вот этот случай в Японии, я тоже хочу привести его в пример, это один из факторов того, что способствует трудоголизму. То есть это национальные особенности, такая культура. Кроме того, есть, да, корпоративная культура и личные особенности человека. Если говорить о корпоративной культуре, то в основном это касается стартапов, либо быстро растущих организаций, потому что очень конкурентная среда, очень, знаете, есть такое выражение, бизнес может быть или быстрый, или мертвый. Сегодня, очевидно, так, да. Да, да, да. Ну вот через какой момент, через какой промежуток времени происходит выгорание вообще, в принципе? Есть какая-то статистика? Да, есть несколько стадий выгорания. Если вы видите… У нас еще нет? Не знаю, что нужно. Да, давайте сейчас продиагностируем. Давайте. Если вы видите у себя в компании суперответственного человека, который работает на 150, это и 200% своей эффективности, прям с удовольствием овертайме, да, работает с большим энтузиазмом, то это уже первые признаки того, что в скором времени может наступить выгорание. То есть первая стадия – это стадия мобилизации, когда человек чувствует себя героем, да, то есть перед ним стоят какие-то новые задачи. Часто это либо новый сотрудник, который хочет показать себя хорошо, либо это сотрудник, например, которого повысили, да, или дали какие-то новые интересные задачи, пообещали карьерный рост или какие-то бонусы. Ифория некая наступает. Да, выделяется дофамин, получается такое состояние эйфории, хочется выполнять задачи, при этом не всегда… И зимой уже, весна, и все, да, да, да. Да, 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 вот просто чудесное состояние, не всегда даже деньги являются мотивацией, все клиенты кажутся замечательные, коллеги тоже прекрасны, вообще жизнь прекрасна, да. Но дело в том, что организм не может долго функционировать на такой вот дофаминовой зависимости, и после мобилизации, да, должна наступать демобилизация. Вот очень хороший момент по поводу IT-специалистов, поскольку есть же Кремниевые долины, и там офисы, которые устроены так, что человеку, в принципе, можно не выходить на улицу вообще. Вот у вас бассейн, вот у вас кафе, вот у вас… Спальня чуть ли не. Да, вот туя стоит во дворике. Денежное дерево. Да, сидите, да и работайте, вам не надо никуда, собственно, даже в отпуск не надо, все у вас есть. Кстати, знаете, что по этой же причине большинство компаний отменили запрет на отсутствие отношений между сотрудниками, потому что просто негде их больше завести. Ну, это интересно, да. Совершенно пересматривается этика рабочая. Да. В принципе, если человеку комфортно в таких условиях, и он не работает в стрессовых условиях, да, можно быть в стрессе постоянно под давлением, даже в чудесном, не знаю, на берегу морском, да, но на тебя давят какие-то обязательства, то можно работать и в таком прекрасном офисе. Но все равно стоит выделять какую-то личную жизнь. Если при этом у человека отсутствует личная жизнь, а у него есть потребности в личной жизни, да, то никакой офис не сделает его счастливым. Екатерина, есть еще такое выражение, которое меня лично всегда пугает и злит, когда человек говорит, моя работа – это мое хобби. Я, когда человек на собеседовании что-то такое произносит, я, конечно, вообще не HR ни разу, но я сразу ставлю себе галочку, что брать его на работу, наверное, не нужно. Потому что хобби – это хобби, а работа – это работа. Но, с другой стороны, те же айтишники, о которых ты говорил, они действительно настолько влюблены в свое дело, что ты вполне можешь назвать, что их работа – это их хобби. А вот нет ли здесь ловушки, что вот ты так предаешься этому своему хобби, что тоже выгодишь в результате и улетишь в депрессию? Ну, кстати, по поводу айтишников, в 74% программистов считают, пришли в профессию из-за любви к технологиям. Почему бы и нет? Так вот, как с этим быть, работа и хобби? Нет ли здесь тоже ловушки какой-то? Хорошо, человек не выгорает, в том числе, если он видит все время смысл своей работы. Потому что есть два момента. Первый – это физиологический. Второй – человек не видит смысла, ценности, удовольствия от того, что он делает. Поэтому, если человек получает удовольствие от того, что он делает, то это хорошо. Но если он при этом работает на износ, то все равно организм даст через некоторое время знать, что остановись, так нельзя. Да, у нас в гостях была Екатерина Осадчук, который достаточно интересно рассказывал сегодня о выгораниях и о прочих проблемах офисной жизни. Спасибо вам, Катя, большое. Спасибо большое. После эфира вы нам еще расскажете, что нам светит с Константином в этой жизни. Стоит ли нам два года просто выгорать. Спасибо. Спасибо. И давайте же обсудим лайфхаки нашей сегодняшней передачи и выясним, как можно снизить риски от сидения в офисе и как стать более здоровеньким, когда ты пребываешь в замкнутом офисном пространстве. Я могу свой лайфхак рассказать, к которому я, в общем-то, привык. Очень важно, чтобы рабочее место было со спинкой все-таки и важно отрегулировать свое кресло так, чтобы спина полностью поддерживалась от таза до плеча. В общем, это действительно улучшает работу в любой ситуации, в офисе или дома. Также, друзья, что я себе отметил, что надо поставить на компьютер напоминание, каждый час отвлекаться от монитора, чтобы не уставали глаза. Ну, может быть, не каждый час, но там хотя бы раз в полтора часа-два, чтобы попить чаек, там, не знаю, посмотреть в окно, как красиво пушится снег и как пробегает очередной зожник мимо вас. Да, вместо того, чтобы мучить себя тем, что вы не проводите по три часа в спортзале, можно просто два-три раза в день делать короткую небольшую зарядку, разминку. Она повышает работоспособность, снижает, снова-таки, риски от однообразной работы. И, собственно, вы знаете, это замечено уже очень давно было психологами еще в прошлом веке о том, что переключение с одного рода занятий на другое, оно действительно дает вам возможность гораздо быстрее отдыхать и с гораздо большими силами возвращаться снова к своей работе. Ну, а чтобы не было задержки кровоотока, стоя возле стола, медленно поднимайтесь на носки и опускайтесь. Знаете, простое движение всегда лучше сложных каких-то наук. Это вам поможет и облегчит вашу жизнь в принципе. Мы выяснили, что существует в мире школы анонимных трудоголиков. Если хотите проверить, являетесь ли вы такими, то, в общем-то, можно найти тесты, которые вы в состоянии пройти онлайн. И в первую очередь такой опросник, который называется «Бергенская школа трудоголизма». Класс. Вот, также можно пройти тесты страницы анонимных трудоголиков. Ну, еще планируйте рабочее время заранее, сосредотачиваясь на чем-то одном, а не хватайте за все подряд. То есть структурируйте свою работу и таким образом меньше времени будет уходить на ее выполнение. Относительно работы как хобби, все-таки специалисты рекомендуют не смешивать эти явления, а найти отдельное увлечение, которое все-таки не совпадало бы с вашей работой. Занятие, которое позволяет вам забыть о работе, вообще обо всем забыть. Оно может в достаточной степени бессмысленно, как собирание... Травистидива. Да, я не знаю, лепкость пластилина. Или там вышивание крестиком знаменитое. Шрамирование. Может, какой-нибудь арт-брюд. В общем, все то, чем вы занимаетесь, просто потому что вас это увлекает, не желает этого никакого конкретного результата. Да, ну а когда наступает момент обеда по звонку в некоторых офисах, то не надо идти с коллегами в специальные комнаты, созданные для еды, и заново обсуждать работу. Лучше пойдите прогуляйтесь, подышите свежим воздухом, вернитесь с хорошим настроением. Позвоните родителям. Шариками, да, купите носки, носики и ведите себя самозбродно, как мы с Константином будем себя вести через минуту, потому что наша передача не так вредно подошла к концу. А мы не трудоголики. А мы не трудоголики никак. И мы сейчас будем неистово стоять, чтобы быть здоровее. Пока. Классно, друзья. Хорошая передача, хорошие гости сегодня были. Мы почему сейчас это все записываем стоя, потому что, как вы услышали, что стоять гораздо полезнее, чем сидеть, а лежать таки подавно полезно. Поэтому следующий наш эфир мы с Константином Дорошенко проведем лёжа, и не факт, что в студии. Сегодня действительно для меня прозвучал лайфхак. Лайфхак о том, что просто, если ты достаточно долгое количество времени проводишь стоя, ты получаешь необходимую для организма нагрузку, которая полезнее и естественнее, чем проведенные в спортзалах часы. И, ну, прекрасно, потому что всё, что апеллирует к интеллекту, опять же, а я в этом уверен, то и есть полезным, то и снижает какие-то риски. Логичные ответы, в них я готов верить, и призываю слушателей, зрителей, также им как-то присмотреться. Редактор субтитров А.Семкин